МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире служба новостей Саров-24 в студии Константин Перевозчиков. Здравствуйте! Смотрите сегодня выпуски. Благоустройство общественных пространств. В Нижегородской области стартовал конкурс инициативных проектов. Кладезь интересных фактов и уникальной информации. 21 февраля, Всемирный день экскурсовода. Из фанеры и пластика в Сарове построят катер на солнечных батареях. Далее расскажем обо всем подробно. 730 миллионов рублей выделит региональное управительство на реализацию инициативных проектов жителей. В Нижегородской области стартовал проект инициативного бюджетирования «Вам решать». Предложения об улучшении качества жизни в населенных пунктах будут принимать до 15 марта. Сколько из этих денег получат Саров и как подготовить документы для участия в конкурсе, подробности в следующем репортаже. 18 миллионов рублей выделит областное правительство Сарову на реализацию проектов. Каждая инициативная группа может получить до 3 миллионов на воплощение в жизни своих идей по благоустройству общественных пространств. Это могут быть детские и спортивные площадки, тротуары, уличное освещение, памятники защитникам Отечества и даже обустройство мест для раздельного сбора мусора. Я думаю, что это будет поводом объединиться всем вместе, органам власти, различным предпринимателям, юридическим лицам, гражданам для того, чтобы улучшить качество жизни на территории нашего города. Потому что все проекты направлены на развитие нашей территории, на создание инженерной инфраструктуры. Предусматривается возможность трудового участия каждого жителя в этом проекте. Например, поучаствовать в проведении субботники, почистить территорию, прежде чем поступить в работе. Можно посадить деревья. Инициативных горожан уже ждут в администрации города для того, чтобы начать оформление документов. Так как заявки на участие в проект принимают до 15 марта. Это совместная работа инициатора проекта, жителей, которые участвуют в сборе подписей, и администрация города Сарова, которая будет окончательно формировать наименование проекта, то есть оказывать поддержку в оформлении документов. Окончательно заполнять формы заявок, а как раз в том числе и определять стоимость проекта, готовить необходимые сметные расчеты. Принять участие в областном проекте вам решать просто. Нужно создать инициативную группу, потом собрать подписи горожан в поддержку проекта, оформить документы и направить их в администрацию Сарова. Совместно с сотрудниками департамента городского хозяйства сформировать комплект документов и направить заявку в Министерство внутренней, региональной и муниципальной политики. После 16 марта проголосовать за проект на сайте «Вам решать». Самое главное участие жителей, чтобы они помогли инициаторам проекта собрать подписи в поддержку этого проекта. И затем, после 16 марта, активно поддержали тот выдвинутый проект путем онлайн-голосования. 16 марта все проекты, прошедшие конкурсный отбор, разместят на портале «Вам решать.рф». Поддержка жителей региона увеличит шансы на победу в конкурсе, а значит и финансирование инициативы. Подробную информацию можно получить по телефону 977-68 и 977-97. До 5,9% выросла годовая инфляция в Нижегородской области в январе 2021 года. Но динамика инфляции в регионе была меньше, чем в Приорском федеральном округе и стране в целом. Кроме того, в январе она ускорялась медленнее, чем в предыдущие месяцы. Это связано с постепенным завершением влияния временных факторов прошлого года. Как и в целом по стране, рост продовольственной инфляции во многом связан с влиянием затрат, возраставших в предыдущие месяцы. Это в первую очередь результат ослабления рубля и повышения мировых цен на зерно. Это привело к росту стоимости импортных кормов и оборудования. Как результат, курица, свинина, яйца и хлеб дорожали большими темпами. В то же время, меры правительства России по стабилизации ситуации на рынках сахара и подсолнечного масла уже способствовали снижению темпа дорожания этих продуктов. Стабилизация стоимости социально значимых продуктов также будет способствовать введению гибкой экспортной пушины на зерно этим летом. В сфере услуг сказалось действие регионального фактора. Повысились взносы на капитальный ремонт, размер которых именялся в течение нескольких лет. В то же время стоимость проезда на железнодорожном транспорте уменьшилась относительно прошлого года, а рост цен авиабилета замедлился. Эксперты отмечают, что инфляция в России по итогам года будет находиться в пределах от 3,7 до 4,2%. Две новых постановки представит зрителям Саровский драматический театр в марте. Сказку в концертном исполнении «Хрустальный букет» по мотивам произведений Константина Паустовского и спектакль «Путешествие во времени. Семья Конвой». Последний поставил режиссер Светлана Аникина по пьесе Джона Присли. Другая важная информация в подборке коротких новостей. 10 миллиардов рублей выделило правительство России на лекарства для пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями из группы высокого риска, перенесших инфаркты, инсульты и операции на сердце. Напомним, специальная программа лекарственного обеспечения россиян с проблемами сердца и сосудов стартовала в прошлом году. Она предполагает бесплатное обеспечение амбулаторных пациентов лекарственными препаратами 23 международных непатентовных наименований. Городковременные перебои в телевещании возможны с 21 февраля по 15 марта в Нижегородской области из-за солнечной активности. Весной и осенью наблюдается солнечная интерференция. Это явление, когда на одной линии выстраивается солнце, спутник связи и приемная антенна наземного ретранслятора. Оказавшись ровно позади спутника связи, солнце глушит теле- и радиосигнал. 20-минутные сбои в трансляции эфирных, цифровых и аналогов телепрограмм будут с 11 до 13 часов. 23 февраля хоккейный клуб «Саров» примет на своем льду команду «Спартак Томботина» из Павлова. Встреча пройдет в рамках чемпионата Нижегородской области по хоккею среди мужских команд. Начало матча в 13.00. Прямую трансляцию встречи можно посмотреть на нашем канале в Ютубе и группах в социальных сетях. Они познакомят с выставками музея и расскажут об истории города. О каждом экспонате эти специалисты знают множество интересных фактов и с удовольствием делятся ими с посетителями. Главная задача – заинтересовать участников мероприятий и доступно изложить информацию. 21 февраля в мире отмечают День экскурсовода. Экскурсовод – проводник между сокровищницами культурных исторических фондов и гостями учреждения. Он способен погрузить в конкретную эпоху, привлечь внимание к деталям и открыть новые факты. Культуролог по образованию Анастасия Шацкая совмещает в себе роли историка, искусствоведа, педагога, актера, оратора и психолога. К тебе приходят люди. Ты должна улыбнуться, ты должна их настроить на хорошее настроение, на понимание себя, на понимание их. Важно даже где-то, может быть, спросить, как их зовут, были ли они в нашем музее. Вот даже вы сюда пришли, представляете, что вот там, допустим, зал, где животный мир, там когда-то был кинотеатр «Москва». Многие посетители этого не знают, и мы должны им это рассказать. Рассказать так, чтобы это было интересно, чтобы это было захватывающе. В детстве Анастасия мечтала стать военным хирургом, но судьба распорядилась иначе, о чем девушка не жалеет. Несколько лет она работала в художественной галерее. Сейчас проводит экскурсии по залам городского музея. Здесь другая атмосфера, здесь очень интересные люди, интересный коллектив. Мы, как вестники, постоянно посылаем информацию нашим посетителям. И поэтому немногое изменилось с точки зрения каких-то профессиональных навыков. Поменялось просто место, поменялось помещение, поменялись залы, экспонаты. Но те навыки, они продолжают совершенствоваться. Неспешный рабочий ритм сотрудника музея – большое заблуждение. Ежедневно приходится находить и обрабатывать массу информации, искать новые способы подачи. Каждая экскурсия требует подготовки. Один и тот же материал для разной аудитории – особенного подхода. К нам придут школьники. Значит, материал мы должны подавать без каких-то сложных предложений, без каких-то сложных терминов. Это должно быть доступно, понятно. И, что самое главное, интересно – диалог всегда должен идти. Придут у нас научные сотрудники. Значит, им можно дать более сложный материал. Сотрудники музея проводят мастер-классы, активно разрабатывают мультимедийные проекты, чтобы побороться за гранты для развития учреждения. В мае городской музей представит посетителям экспозицию к 330-летию Сарова, где можно будет увидеть картины, фотографии, плакаты и предметы быта разных лет. Флот Саровских ролевиков пополнился новым катером. Судно на солнечных батареях соберут из комплекта деталей, которые объединению «Армир» передали в рамках областного проекта «Волжская солнечная флотилия». Строить корабли будут ученики школы номер 13 в мастерской клуба здоровья и центра внешкольной работы под руководством мастера Василия Киселева. Подробности далее. Построить свой собственный катер на солнечных батарейках от такого предложения не отказываются. Комплект деталей для сборки судна получили активисты клуба «Армир». Вместе со станцией юных техников и 13-й школой ЦВР принимал участие в проекте «Волжская солнечная флотилия». Его реализуют в Нижегородской области с участием средств президентского гранта. В большинстве центров областных, не областных районных Нижегородской области строятся точно такие же корабли. То есть было, видимо, было произведено какое-то количество комплектов таких вот, из которых собираются лодки. Ну и каждый во что бы раз сейчас будет участвовать в строительстве, чтобы подать заявку на конкурс и принять участие в соревнованиях, которые пройдут в июне месяце у нас здесь, в Нижнем Новгороде. По условиям проекта собирать ее будут ученики 13-й школы под руководством Василия Киселева. Ребята должны уложиться до конца апреля. По задумке конструкторов судно будет представлять из себя одноместный катер, сделанный из фанеры, эпоксидного клея и пластика, с электрическим двигателем на солнечных батареях. После постройки лодку испытают. Затем ребят будут учить и управлять. Этот корабль у нас будет уже четвертым по счету в нашей флотиле. У нас есть наш святой Павел Большой, парусник. Сейчас строится еще один корабль для водных рулевых игр по меньшим размерам. Ну и еще одна лодка есть в владении у нашего одноклубника. Говорят, как лодку назовешь, так она и поплывет. Предложение относительно названия будущего катера его создатели принимают в сообщениях сообщества «Потешный флот» в социальной сети ВКонтакте. Как правильно подходить к собаке? Когда нельзя ее трогать? И что делать при встрече с незнакомым животным? Об этом рассказали волонтеры объединения «Акбар» Центра внешкольной работы жителям города в рамках просветительской акции. Подробности далее. Клуб собаководства «Акбар» приступил к реализации своего проекта «Успех дружбы». Он призван научить правильно общаться с четвероногими друзьями. В рамках проекта волонтеры выкладывают познавательные ролики в социальных сетях и раз в месяц на улице раздают горожанам информационные буклеты и проводят беседы. Эти люди не знают вообще, как вести себя именно с собакой, как погладить собаку правильно, как пройти мимо собаки правильно, что делать, если собака к вам бежит, что делать, что нельзя ни в коем случае убегать. В общем, нужно просвещать, и мы будем это делать. Нюансов в общении с четвероногими друзьями много. Например, не все знают, как правильно знакомиться и гладить незнакомую собаку. Если она с хозяином, надо обязательно спросить, можно ли потрогать животное. Если собака гуляет сама по себе, лучше к ней не приближаться. В любом случае нельзя сразу гладить собаку, надо дать ей понюхать свою ладонь. А потом уже мы тихонечко гладить. И гладить не по голове сверху, а именно снизу, по шее, по подбородку. Потому что сверху гладить тоже это идет признак того, что собака может укусить. То есть не всем это нравится, поэтому только снизу. И если с хозяином, обязательно спрашивать, что можно погладить или нет. В планах волонтеров после нормализации санитарно-эпидемиологической обстановки проводить подобные беседы в садах и школах. Для этого активист Акбара готовит интерактивную программу с участием собак, чтобы дети могли на практике отработать навыки общения с животными. Поднять и удержать. В Центре внешкольной работы стартовал турнир по становой тяге. В течение нескольких дней в силовом виде спорта будут соревноваться воспитанники спортивных секций клуба. Подробности смотрите в следующем репортаже. Один за другим ребята из клуба Греция Центра внешкольной работы подходят к штанге. Берут гриф, делают глубокий вдох, задерживают дыхание и выпрямляются. Вроде бы ничего сложного. Вот только вес штанги в два раза превышает их собственный. Даже новички, которые пришли в секцию недавно, заявляют по 50-60 килограммов. Ребята постарше будут штурмовать трехзначные цифры. Самая сильная заявка – 180 кило. Добро пожаловать на первенство Центра внешкольной работы по становой тяге. Кто в нем примет участие? Юноши и девушки до 18 лет. Сегодня только отсюда, а завтра и послезавтра соревнования состоятся в клубе Мечта и в клубе Здоровья. Таким образом, в первенстве примут участие воспитанники всех трех клубов ЦВР, где работают с железом. Становая тяга – одно из базовых упражнений в пауэрлифтинге. От тяжелой атлетики ее отличает отсутствие скоростного элемента. Важна только сила. Сможет спортсмен оторвать от земли увершенную блинами штангу или нет? На это есть три попытки. Сначала тянут гарантированный вес, к которому привыкли на тренировках, чтобы было от чего отталкиваться и не закончить с нулем. Самое интересное начнется со второго подхода, когда ребята попробуют превзойти свои предыдущие рекорды. Ты сегодня сколько хочешь вытянуть? 60 килограмм. Ты уже брал такой вес или пока еще нет? Брал 58. Сегодня хочу килограмм 70. Ну, 50 килограмм. Ты уже тягал столько? Да. Ты не хочешь там 55 взять, например? Нет. Мне не позволяет. Я могу, но мне не позволяет. Здесь бы не помешала надпись «Все трюки выполнены профессионалами». Не пытайтесь повторить это дома. Становая тяга категорически противопоказана тем, кто не знаком с силовыми видами спорта. Без поставленной техники к штанге лучше вообще не подходить. Так что, если вы новичок, для домашних тренировок лучше выбрать другие упражнения. Это опасно тем, что без наблюдений можно сорвать спину, ну или повредить, ну, к конечности, скажем так. То есть это лучше заниматься под наблюдением специалистов. На этот год у тяжелоатлетов из Центра внешкольной работы большие планы. В конце марта пройдет областной чемпионат. На апрель запланировано первенство ЦВР по пауэрлифтингу. И это все, о чем мы успели рассказать сегодня. Следите за новостями города в группах канала «16», в социальных сетях ВКонтакте, Фейсбук и Одноклассники. Подписывайтесь на наш канал в Ютубе и смотрите все информационные выпуски и авторские программы в удобное для вас время. В студии работал Константин Перевозчиков. Всего вам доброго и хороших вам новостей. Редактор субтитров А.Семкин